Всем привет, дорогие друзья из Аланьи! Привет всем! Красивая мечеть. И когда мы ехали по дороге, я увидела, как цветет глициния. Посмотрите, какая красота! Очень красиво, это частный дом. И в нашем районе, ну пока, только вот в этом доме я видела распустившуюся глицинию. Очень красиво и живописно. И вообще наш вот этот район очень такой живописный и красивый. Вы хотели увидеть деревню, так вот у нас в нашем районе уже полупоселок, полудеревня. Здесь много тоже частных домов, несмотря на то, что здесь строят современные резиденции. И вот как раз здесь немало цветей. Это был частный дом, и в частных домах есть и животные, и куры. В общем, чем ближе к горам, тем больше районы походят на поселки и деревья. В этом районе осталось еще большое количество банановых плантаций. Вот вы видите здесь бананы. Внизу огород. Хозяева что-то там делают. И на противоположной стороне дороги тоже банановые плантации. Женщины работают в саду. И видите, на бананах висят вот такие вот синие мешки. Это бананы, которые растут открытым способом, не в теплицах. И для того, чтобы бананы не замерзали, их плоды обволакивают вот такими вот синими мешками. Потому что, когда бананы в теплице, конечно же, им там не холодно. А когда они растут на улице, их вот такие вот мешки помещают. В общем, здесь в нашем районе зелени еще очень-очень много и очень красиво. Посмотрите, какие здесь джунгли банановые. Эти бананы уже все отцвели. Плоды они свои принесли. И вот оставшиеся плоды. Вот здесь вот видите, их срубали. А это еще зеленые плоды. Они в скором времени поспеют и их тоже снимут. Я вам уже рассказывала, что вот такая вот ветка банановая, она весит примерно 50 кг, когда она полностью еще не обрубленная. Но аланийские бананы, они на самом деле вот такие вот маленькие. Здесь такая у них тоже очень интересная форма. А вот так вот выглядит банан в разрезе. Видите, какой у него мощный ствол. Ну вот, чтобы сравнить с моей рукой. Ну, это уже все. Банан, который принес свои плоды и отцвел. Здесь течет также вот такой вот ручеек, прям с банановой плантацией. Цветут цветы. И вот такой вот здесь частный дом. А еще здесь растет мушмула. Скоро сезон мушмулы. И мы будем кушать вкусные, сочные, мясистые ягоды. Едем с вами на террасу. В Турции до сих пор продолжается карантин. Запрет выходить из дома людям старше 65. Всем остальным рекомендовано не выходить также без необходимости. В школах дистанционное обучение до 30 апреля. И карантин. Все парки, все закрыты. Поэтому возможно, что терраса тоже закрыта. Не знаю, посмотрим. Когда едешь по этой дороге, открываются очень красивые виды на Алане. Ну и конечно же, с самого верху открываются просто потрясающие виды. Но сейчас я действительно думаю, может быть терраса, а именно самая верхняя точка, где парк, могут быть закрыты. Вот такая вот здесь красота. Кстати, пишите в комментариях, кто был на террасе в этом парке. Сюда можно доехать общественным транспортом. По-моему, на автобусе номер 8. Кто точно знает, напишите в комментариях. Ну и я тоже посмотрю обязательно расписание. Пока мы с вами поднимаемся наверх. Вчера в YouTube в сообществах читаю разные посты. И в одном из сообществ одного канала блогер пишет «Ребятки, как мне плохо! Не могу никуда уехать! Не получается путешествовать!» Это блогер, который путешествует постоянно. И за границу, и по России. То есть он постоянно в дороге. И вот сейчас на карантине никаких рейсов нет. Все закрыто. Все сидят по домам. И вот он уже две недели сидит. И каждый день в сообществе пишет, как ему плохо. Но действительно, я понимаю этого человека. Потому что, как я вам говорила, для нас тоже единственный, скажем так, момент на карантине, который не то чтобы сложный для нас, а немного непривычный. То, что мы, конечно же, тоже очень много ездим. Если не за границу, то по Турции. Но сейчас, поскольку отели, они открыты, конечно, но все равно не советуют ездить. И для нас это тоже такой немножко странный момент. Но положительное в этом тоже есть. Потому что, имея столько времени сейчас, я, например, заканчиваю, закончила несколько проектов и заканчиваю некоторые проекты, на которые как-то не хватало времени или не доходили руки. Мы с вами приехали на террасу, на одну из террас. И именно здесь расположены как раз буквы I love Alania. И вот такой вот вид на город отсюда открывается. С этой террасой у меня, кстати, очень много видео, поэтому смотрите в описании. Спуститься вниз в этом парке нам также не удастся, потому что, посмотрите, друзья, все здесь закрыто-перекрыто по понятным всем причинам. И вот они буквы. Я люблю Alania. Сейчас попробуем доехать на самый верх. Но я думаю, что наверху парк также закрыт. Поэтому полюбоваться красивыми видами мы сможем только с этой дороги, спускаясь вниз. Народу, конечно же, никого. Дороги свободные. Здесь есть очень хорошие места для барбекю. Но сейчас это тоже закрыто. И ни в коем случае куда нельзя ездить. Вот сейчас мы будем проезжать. Вот сейр-пикник. Тоже все закрыто. И здесь место для пикников. Тоже большая стоянка. И внизу место для пикников. Сейчас все закрыто. А парк, в который мы думаем ехать, это парк Товшан. Да, мы на самом верху. Ну, посмотрим, открыт он или нет. Вот он наш парк, друзья. И да, как мы и думали. Точнее, по дороге я уже подумала о том, что парк закрыт. Видите, к сожалению, парк закрыт. Виды мы никакие не поснимаем. Но сейчас спустимся с вами чуть-чуть вот сюда. И здесь я вам покажу всю красоту. Здесь около парка посажено очень много красивых растений. Я даже не знаю, кто знает, как это растение называется. Посмотрите, какое оно огромное по сравнению с моей рукой. Очень много разных кактусов. Ну и, конечно же, не забывайте заходить в нашу группу, где Айхан делает прямые эфиры. Сейчас будет делать прямой эфир. Вот такие здесь растут красивые кактусы. Просто необыкновенные и чистые. Спасибо вам, люди, что вы их не изрисовали и не покалечили. Посмотрите, какая красота. И все это с видом на Аланью. Солнце сейчас уже заходит, но здесь тоже очень, очень, очень красиво. Вот такая вот красивая панорама открывается на Аланью и бесконечное, бесконечное Средиземное море. Сегодня мы с вами на пляж не пойдем, поэтому видео с пляжа смотрите на канале, предыдущее видео с пляжа. Сегодня мы с вами ездим в горах. Поскольку парк наверху закрыт и здесь открыто только вот это вот маленький кусочек, вниз спуститься невозможно, не забывайте подписываться на нашу группу на Фейсбуке. Там много всего интересного. Айхан делает видео как раз для группы. Субтитры сделал DimaTorzok Егор грибо Antes Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, посмотрим, что там на пляже. Погода сегодня была очень тёплая. Друзья, мы с вами приехали на набережную. Солнышко, вот вы видите, уже заходит. Но сейчас спустимся с вами к морю. Пляж Кей-Кубат. Этот пляж всем вам известен. Здесь очень много отелей. Но сейчас, как вы видите, нет никого. Все скутеры стоят, ждут туристов. А море какое сегодня красивое. Висят все жилеты. Посмотрите, какое красивое море. Невероятно под лучами заходящего солнца. Каждый раз море разного цвета. Просто потрясающе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...